здравствуйте дорогие друзья продолжаю новую рубрику стоп кадр и сегодня стоп кадр за сентябрь что это такое в этом видео хочу показать все сюжеты с двух каналов у светланы лоди сад и лоди свет про все видео которые вышли на этих каналах ну если вы вдруг что-то пропустили вдруг вам необходимо вернуться и просмотреть какую-то важную информацию о моей работе в светелке было даже не одно видео первое видео он показывал обзор светелки как я там сделала уже кое-какой порядочек навела лампы повесила и показывала как там будут расти черенки всю зиму надо понимать что это эксперимент для меня это первый раз все будем записывать все свои расходы что потом проанализировать и понять надо ли мне это или нет ну я думаю что все будет хорошо второе видео я показывал о том как подросли череночки петунии которые я брала начале августа я их перевалил уже больший объем и даже с некоторых дела черенки и об этом вот как раз было видео показывал естественно что уже убираю последний урожай в сентябре о том сколько чего наросло у меня сделаю конечно же отдельное видео видео о том как заметить клеща на бегонях в этом году был клещ на бегонях в об этом рассказывала и уже такой подготовительный этап как подготовить бегонии к зиме сейчас уже на данный этап времени есть видео вообще как обрезать бегонии черенковать бегонии кого куда укладывать то есть разные способы зимовки бегонии но здесь конкретно о клеще им очень много вопросов как его распознать вот можно как раз посмотреть в этом видео ну и конечно как не пропустить первое сентября когда внуки пошли в школу артемка пошел в первый класс вот учиться он очень хорошо нравится ему в школе он у нас парень такой усидчивый и школу пока воспринимает мне кажется как сайт ну ездили в санкт-петербург кое-что покупала из посадочного материала и вот как раз в следующем видео и показываю о том как посадила верески и куда ну и скоро конечно же выйдет видео как подготовить верески к зиме тут тоже есть свои нюансы чтобы они не вымерзли немножечко рассказывал о пеларгониях потому что много вопросов было почему же мои пеларгонии цветут все лето это действительно так цвели они четыре месяца без устали и украшали окна не то что все лето с весны вот до поздней поздней осени сейчас уже видео вышло о том как я их подготовила и где они будут зимовать есть два видео о продаже черенков с моего сада и огорода все закончила я почти все продажи какие-то заказы остались на весну кому не успела по разным причинам выслать сейчас где-то уже заморозки не высылаю продажи прошли успешно есть конечно кое-какие нюансы это зависит и от меня и не от меня все это приняла к сведению думаю исправлю это все весной во всяком случае недовольных людей вот таких супер недовольных не было я считаю что для меня эта компания прошла ус еще было видео где и как храню чеснок чеснок весь высох и лук тоже самое где как я это убираю в какой таре и в каком объеме храню но и конечно же рассказывала о том какая выросла свекла было видео о том как можно украсить свой сад разными ампельными свисающими растениями которые даже не цветут но очень красиво смотрится в саду в различных комбинациях с другими растениями и как отдельно висящие рецепт леча моего самого любимого самого простого рецепта которое дело уже наверное более 20 лет конечно же тоже был на канале лоди свет на 1 октября показывал как выглядит мой сад это уже новые композиции были в саду после того когда я убрала все петуни и немножечко все равно оставила цветов для того чтобы совсем совсем не было грустно и скучно ну и радовали они очень очень ну и когда плохая погода конечно же идет речь в некоторых моих видео о том что я начинаю генеральную уборку дома провожу две таких основных генеральных уборка уборок весной и вот сейчас осенью рассказывала как меняет текстиль в доме что мою как мою хвасталась своими половиками ручной работы я думаю что многим понравилось и у многих даже такие половики есть а еще в этом месяце было несколько очень приятных знакомств первое знакомство было с ириной кормили цены блогером ирина кормили цена канал youtube и хозяйкой сайта цветочной мечты для уже несколько лет покупаю различные средства защиты сада от вредителей болезней и удобрений вот ирина побывала у меня в гостях мы с ней познакомились уже воочию что называется так мы только по телефону были знакомы с ней и в личной переписки ну что сказать я очень довольна что ирина конечно ко мне в гости приехала и еще дала мастер-класс о том как правильно посадить ирисы как за ними ухаживать и подготовить где мерочка спать на канале лоди свет сначала рассказал вам как приготовить разрыхлите для теста своими руками это великолепный разрыхлите работает всегда на ура проверено на всех рецептов ну и его применила в выпечке самой любимой шарлотки готовится исключительно знаю что многие уже готовили мне писали шарлотка получается тающая во рту обожаю я тюльпаны и рассказывала видео где я покупаю покупаю уже посмотрела по своим записям 8 лет в одной и той же фирме сотка тюльпаны и давала маленький такой мастер-класс как я сажаю тюльпаны кому интересно конечно же это очень нужна информация но и видео один день из жизни генерала домработницы так назвала его это как провести день не выходя в сад потому что каждая женщина найдет чем заниматься я продолжаю заниматься генеральной уборкой и даже еще до сих пор не заходит маленькие хитрости лайфхаки на канале лоди свет как сохранить ту консервацию без плесени и всяких там образований вот именно об этом видео чтобы не потерять все наши труды на правду в этом году конечно приобрела я себе дегидратор вот этот оберхов который видео что с хочу сказать вам честное признание очень мне нравится вся эта система сушки насушила кучу всего сейчас делаю пастилу конечно видео уже вышла по стиле ну просто очень очень рад также хвасталась с вами о приобретенной мной вот этих закваски для йогуртов для различных ряженок сметаны творога еще не сделала сыром вот хочу попробовать сыром и конечно если у меня все получится вам пока видео о шопинге в санкт-петербурге показывала о том что мы купили с борисовичем стеллаж в наш холл прихожую и вот как раз видео как мы его собрали как установили как я организовала эти места для хранения ну и горшечный затик который очень радовал зону входа в беседке закрыл свои двери и переехал тоже на хранение все на мыло сняла все опоры и все это сейчас находится в состоянии покоя конечно самые волнительные ролики этого месяца это наши поездки в вологодскую область то есть на можно сказать такую малую родину моего мужа где прошло все его детство и на мою родину ко мне домой знаю что эти видео взволновали очень многих людей кто-то вспомнила своих родственников кто-то может к ним приезжать кто-то не может приезжать у кого-то родственники жива у кого-то их нет поэтому такие видео очень волнительные как и для меня когда я их делала так и для многих зрителей которые их смотрели но я рада что они получились действительно такие душевные и пороникновенные в этом году мы очень много насобирали грибов потому что был такой грибной год много было даже грибов для засолки что бывает не каждый год поэтому несколько видео есть именно гриба грибная солянка с капустой и рецепт как я солю грибы это очень старинный рецепт и так солили мои родители все время ну и до сих пор мамочка солит именно так ролики об огородных делах конечно не собирают очень много просмотров но так как я огородница в первую очередь наверное даже чем цветовод то поэтому показываю вам все результаты от посадки семечка до уборки урожая вот кабачки в этом году действительно завалили в следующем году приняла решение сажать их на многом первыми кого убрала я из сада огорода и начала черенковать для того чтобы на зиму сохранить материал это колиусы а колиусах есть несколько видео и конечно же вот как сохранить посадочный материал это первое видео о колиусах тоже распрощалась с питуньями как бы как бы не хотелось с ними прощаться но время пришло убрали все подставки которые были вдоль дома нам или их борисычек даже в гараж убрал чтобы не ржавели ничего с ними не случилось но зону вдоль дома все равно украсила своими красавицами пеларгониями фуксиями и бальзамин в середине месяца убрали морковь моркови наросло много морковь наросла великолепно ровно без всяких повреждений лук морковной мухой потому что я выращиваю определенным способом под укрытым материалом об этом тоже всегда говорю и всем советую поэтому но морковка отлить достаточно большую переделку делала в саду и свои ту и тэдди как бы они мне не нравились пересадила в более тенистое место под сливы ну а на место тэдди были куплены японские спири и желтые они конечно сейчас уже все прижились но и думаю будут теперь кустиками круглыми радовать радую себя новыми инструментами фирма фискарс достаточно дорогой инструмент но великолепный поэтому потихонечку себе покупаю инструменты все что я бы купила и ножницы и секаторы и сучка реза конечно качество супер работать с ним одно удовольствие яблочное настроение не покидает меня еще и сейчас яблок в этом году огромное множество поэтому был рецепт как приготовить яблочный компот с яблочной мятой и брусникой но и о том как я подготавливаю бруснику к зиме каждый месяц веду такое такое видео основные работы в саду в конкретный месяц но в сентябре тоже было такое видео может быть она сейчас и не актуально но может кому-то интересно тоже можно посмотреть но и для нас самое радостное важное событие произошло в сентябре мы стали победителями конкурса лучшее подворье в номинации красивая усадьба которая проходила в нашем районе вот наша усадьба то есть меня и моего мужа наградили почетным дипломом и еще подарочком то есть дали такой сертификат подарочный для приобретения чего-то нужного в одном из магазинов конечно это очень радостно именно за такую хорошую номинацию красивая усадьба и мы честно говоря получаем второй раз такую номинацию получали в десятом году и двадцатом вот раз в десять лет теперь будем ждать следующий всем огромное спасибо за то что вы написали столько много под этим видео всяких похвальных комментариев это очень очень радостно за то что вы с нами разделяете вот правоту этого получения этого приза это конечно классно что вы моя команда всегда меня поддерживать ну вот такая активная работа шла на моих двух каналах конечно я вам показала только основные видео там еще есть такие промежуточные которые можно посмотреть что-то кому-то интересно взять на вооружение вам всем спасибо за понимание кто не подписан на мой канал ставьте лайк и еще пишите нравится ли вам видео в таком первое видео было только в августе поэтому не очень поняла нужна ли такая трансляция мне кажется что нужно даже для меня самой это интересно я удивляюсь на даже сколько видео уже прошло а тут кто не просмотрел может вернуться и здесь быстренько увидеть ту или иную информацию чтобы ее не пропустить так что жду ваших комментариев что вы мне напишите так и буду дальше вестись а вам всем желаю всего самого доброго и самое главное будьте здоровы не болейте